Всем доброе утро, мои хорошие! Я, конечно, выгляжу не очень, но вчера мы были в спа-салоне, купались и, в общем, шапку одела. Бардак на голове. Но сейчас не до красоты. У меня видео отсутствовалось 5 дней. Я сейчас сижу, срочно монтирую. Видео там уже понакидало и впечатление о новой квартире, и спа, наше посещение, даже плавание в бассейне. В общем, все будет до кучи. Но это вы уже увидите. Что я хочу вам сказать на сегодняшний день. Дочка сейчас поехала, уже денежку получили, она поехала за этими смесителями, там полотенце-сушилка, тумба-мойка, вот это в ванну. У нас пришли уже рабочие, они работают, и мы надеемся, в ближайшее время уже мы сможем купаться и стираться. А пока что у нас немножко мы грязные, в рабочей одежде ходим, как бомжи. Вот так. Что я хотела вам еще показать, сейчас покажу. На балконе, вот в моем холодильнике, тут вроде смотрю, ночью у нас минус 2 градуса, днем плюс 2 градуса, в общем, какая-то непонятная температура. И я боюсь, что продукты могут, допустим, замерзнуть, овощи, фрукты. Мы вчера с дочкой заехали в ленту, и уже воспользовавшись, что у нас 4 руки, набрали 4 пакета продуктов, потому что у нас ни картошки, ни овощей, ничего-ничего не было. И набрали. Но здесь в комнате хранить как бы это не хочется, а на балконе, если будет минусовая температура, все это паз замерзнет. Я вам покажу сейчас, как я все это спрятала, запаковала и подстраховалась. Смотрите, комнатный градусник, но градусник этот, конечно, на плюс показывает, на минус тут нету. Ну, другого градусника не было. Сейчас я вижу здесь 8 градусов у нас на полочках. Это нормальная температура погреба. То есть здесь все нормально хранится. На нижней полке там вентиляция, оттуда прям дует. И туда вот мясные продукты я и положила. Но на всякий случай поставила полстаканчика с водой. Дочке сказала, через окошко можешь поглядывать. Если только увидишь, что вода начинает замерзать, значит нужно будет нам уже предпринимать какие-то меры. Ну, здесь в коробке такие продукты, которые вот в баночках, ничего страшного. А здесь вот я в покрывало завернула наши овощи, фрукты, в общем, картошка, капуста, лук там, и, в общем-то, и яблоки, там другие продукты. Оно все по кулечкам разложено. Если нужно что-то взять, раз кулечек зацепили и в комнату занесли. Вот так вот я и думаю, продукты сейчас у нас, в принципе, хранятся нормально, ничего пока не пропадает. В общем, здесь нормальная такая температура, нормальная атмосфера в нашем холодильнике. Правда, если в холодильник вот заходить, конечно, нужно либо быстренько зайти, либо нужно что-то на себя накинуть, потому что здесь холодно. А если ты еще с постели вылезла, то тогда вообще не комфортно. Ну, что делать, пока что так, перебьемся. А я уже к обеду потушила капусточку с сосисками и жду дочку, когда она приедет, чтобы мы пообедали вместе с ней. Вот такой сегодня обед у нас. Ну и вот мое рабочее место. Сижу, срочно монтирую видео для того, чтобы вам как можно быстрее его выложить, чтобы вы могли его посмотреть. Так, ну что наши рабочие сегодня сделали? Еще сегодня день не закончен, только полтретьего времени. Они уже установили ванну. Они перепаяли вот эти все наши трубы, которые выходят у нас. Труба идет в туалет. Там просто маленькую мойку тоже хотим поставить. И трубы, конечно, у нас стояли не очень. Здесь хорошо сделаны. Пришлось ребятам переделывать. Ну вот так вот в туалете теперь выглядит. Тут уже более-менее приличный вид. Уже хорошо. Все четенько выглядит нормально. Ну, сейчас в коридоре опять у нас набросано. Ну, правда, ребята будут уходить. Они немножко приберутся. Завтра придут, будут продолжать работать. Вообще, хочу сказать, ребята, вообще хуже нету того, когда одни работники приходят, делают как попало, а потом уже после них другим работникам приходится эту работу все переделывать. Мало того, что это лишняя оплата за работу, приходится лишние деньги выбрасывать. Поэтому, если вы будете сталкиваться с ремонтом в квартире, то лучше сразу уже найти работников, которых вам может кто-то порекомендовать, у кого-то, может быть, что-то делали. И вот именно качество работы, добросовестность отношения к работе, чтобы не пришлось вам дважды платить за работу и за это переделывание такой вот работы. Вот. Ну, эти ребята, я вижу, что они более толковые и более ответственные. Надеюсь, что здесь у нас все будет уже сделано нормально. Ну, мы будем за этим смотреть, наблюдать, и я вам буду снимать по возможности. Я не хочу снимать, когда они работают, чтобы не отвлекать их, не смущать. Ну, пока вот они сейчас вышли, там вниз спустились за тумбочкой, я решила показать, что сейчас на данном этапе сделано. Будем наблюдать дальше. Вот представляете, одни строители делают, другие переделывают. Не тошла бы такую работу было сделать, а, что все отходит. Это жесть, девочки, это жесть. Ну, дальше надо пласть. Кузыка. Они, наверное, не знали, может, что так надо делать. Ну, вот, переделываем стену, теперь мы сначала на стену делаем клей, а потом уже будет штукатурка. Правильно я говорю? Правильно. Вот. Вот так надо делать. А предыдущие рабочие, если смотрят, наверное, не знали об этом? Это предыдущие рабочие, не знаю вообще, смотрят что-нибудь полезное или нет. А он же говорил, нет у него ни интернета, ни делик. А, у него ватсапа даже нет. Вот так вот. Ну, в общем, мои дорогие, вот в итоге рабочие у нас сегодня уже ушли. Вот они нанесли клей на стену для того, чтобы для сцепления, для того, чтобы уже потом штукатурку на этот клей кладить, для того, чтобы штукатурка не отваливалась. Вот они сегодня сделали вот это. Они сделали заново разводку. Ну, вот уже плитки 4 ряда положили в туалете. В ванной тоже видно, разводка сделана уже аккуратненько всё. Под розетки уже гнёзда. Вот поставили, вывели провода. Установили в ванну. В общем, они сегодня, в принципе, исправляли косяки предыдущих работников. В общем-то, ну, по крайней мере, видно, что они сделали всё уже аккуратно, добросовестно. Два раза им приходилось сходить за материалом на рынок, слава Богу, недалеко. Жалко то, что потеряно время, потерян день. Они бы сегодня уже плитку уложили, если бы всё нормально было со штукатуркой, если бы не было вот этих косяков. День потерян, как бы время потеряно, и деньги потеряны, потому что ещё нужно 5 мешков штукатурки. Штукатурки вот уже столько, сколько отвалилось. Видите, сколько мешков, да? И нужно вот будет ещё 5 мешков. Ну, вот таких вот мешков нужно будет, ещё штук 5 надо будет покупать. Ну, жалко, конечно, и денег, и жалко, и времени. Ну, естественно, ещё и за работу дополнительно будет заплачено. Так что вот так вот с дилетантами лучше не связываться, девочки, не брать людей, не знакомых с улицы, а просто брать уже, наверное, сразу нанимать людей по рекомендации через знакомых, кто уже может похвалить, ну, кого-то, чью-то работу. А мы понадеялись на людей, как бы мало знакомых, без рекомендации, и мы ошиблись. Но через такие ошибки проходят многие. Ну, конечно, мы расстроены. Сейчас уже немножко подуспокоились. Дочка, конечно, тоже очень расстроена. Ну, что делать? На ошибках учатся. Что-то у меня с голосом кричило, голос сел. По-моему, я попростыла немножко. Ну, вот завтра посмотрим, что завтра будет сделано. Мы только проснулись. Я смотрю, светит солнце. Солнце светит в той комнате. Какой-то яркий свет. Думала, забыли, может быть, свет выключить или что? А там, оказывается, что? Ну-ка, пойдём. Радости для меня. Та-да-да-да. Там у нас солнце отражается от окон напротив. И у нас очень яркая комната получается. Я даже не могу сфокусироваться на том, чтобы вы увидели, что там дома. Да, напротив у нас стоит дом. Я переживала, что вообще не будет света, ничего. А на самом деле свет отражается от окон и попадает, вот видите, и попадает вот сюда прям в комнату. Комната светлая, шикарная. Шикарная комната, шикарный ремонт. Она очень светлая. Здесь с утра пораньше будет уже солнце светить. Оно будет светить, оказывается, отражаясь. Я просто переживала, я не люблю северную страну, я уже говорила, да, и я просто переживала, что здесь будет темно, вот такая тёмная комната. Но благодаря тому, что стоит вот так вот дом и всё отражает от стёкол, здесь будет светло. Класс! Класс! Солнечная комната! Да. Ну что, мои хорошие, я решила сегодня разобрать вот эти коробки, в которых у нас вся кухонная утварь стоит под столом. Я не знаю, в какой коробке у меня там чаи, в какой там посуда. Я хочу немножечко здесь подразобраться, потому что кидалось вроде как всё подряд почти. И немножко отложить там чаи в одну коробку, там, не знаю, одноразовая посуда, там, или какая-то ненужная посуда в другую коробку. Ну и, в общем, может быть, даже коробки пас немножечко сократить. Сегодня я опубликовала наконец-то видео. Это видео я монтировала целый день, выводилось это видео всю ночь. И только утром я опубликовала вам видео, поэтому у нас задержка немножко вышла. Ну, я надеюсь, оно вам понравится. А сейчас я снимаю уже следующее видео. Рабочие пришли, они делают свою работу, а я сейчас буду делать свою работу. Так, ну что у нас сейчас уже на данном этапе? сделано. Вот тут поставили два блока и уже нам изготавливают такую вот перегородочку, где будут у нас тут полочки. Ну, просто очень интересно посмотреть, вообще, вот как это всё происходит поэтапно в процессе. Вот кому это интересно, девочки, смотрите. так, ну, пока что у нас вот работа идёт сейчас вот с этой вот полкой, с этой перегородкой. Там каркас собрали и его сейчас уже облицевали почти этим гипсокартоном и потом будут уже обкладывать плиткой всё это. Ну что, мои дорогие, пришлось с балкона всё убрать, весь наш холодильник, вот только на лавочке коробочки оставили, вот, потому что плитку резать больше негде, чтобы там на одежду пыльца вся эта не летела. А тут, видите, мелкая пыль идёт, да, от этого. И, в общем, ребята говорят, давайте мы на балконе будем резать, чтобы поберечь вообще вашу одежду и все вещи, которые там уже у нас наставлены. Вот, смотрите, какая погодка у нас, солнышко светит, сегодня небо, облачка, хорошая погода, классная. Вот, ну, так что, вот так вот, работа движется дальше. Какой красивый закат. Несмотря на то, что стёкла грязные здесь на окне, всё-таки закат красивый. Немножко не успела видеть красный, такой розовый закат. Девочки, ну, вот рабочие ушли, уже вечер. И вот, хочу вам показать, что они сделали сегодня, вот эту стенку, которая прямо, они положили плитку полностью, слева положили плитку полностью по стене, и вот они здесь уже начали класть, вот как полочка у нас тут будет, уже стали вот здесь закладывать плитку, ну, в общем, ещё нужно будет вот это обложить. дальше им осталось, ну, уже вот здесь плитку положить. Они пообещали, что они уже нам, наверное, завтра подсоединят ванну, что уже можно будет ею, наверное, пользоваться. Я не знаю, там смесители должны они ещё прикрутить или нет, на плитку, на свежую, может быть, и не надо будет. Ну, в общем, не знаю я как, вот, и посмотрим в туалете. Завтра им нужно будет ещё заштукатурить эту стену. Здесь они просто добавили, было 4 ряда плитки, они ещё 4 ряда плитки положили, добавили, ну, больше в туалете пока ничего не делали, но мы сказали, что у нас на первой очереди, первое самое главное, нам нужно купаться, стираться, поэтому ванна главнее, её нужно сделать в первую очередь. Так что завтра ждём опять работников и будем продолжать работу. Денечка у нас кушает яблочко, выбирает там мультики на планшете, какие посмотрите. Сейчас бабушка присоединится к нему и мы будем, наверное, лежать и смотреть что-нибудь, телевизор, мультики, что-нибудь будем делать. В общем, мама ушла пока, мы с Деней вдвоём остались. Смотрите, какая бетономешалка, такой большой блендер, вот здесь вот размешивают клей и штукатурку. Что у нас сейчас здесь сделано, нам поставили тут маячки, заново будут штукатурить эту стену. Ну а тут пока вот вывели провода, там где будут у нас розетки. Ну всё, ждём, что будет дальше. Это вот так кружочки вырезаются. Я-то думала, как они вырезаются. А тут такой вот специальный инструмент, который вырезает кружочки. Вот, уже узнаю теперь. А вот такой вот инструмент, он режет плитку. Я думала, режет плитку стеклорезом. Стеклорезом. Оказывается, нет. Новые технологии растут. Это я от жизни отстаю. Всем доброе утро. Сегодня замечательная погода. Солнышко светит, ветра нету, тихо, вообще классно на улице. А я немножко приболела. Я вчера вам не сняла, что у нас, чем закончилась вчера работа наших плиточников. Что у нас сейчас на балконе творится? Просто вот эту жирку поставили, вот так вот, чтобы хоть что-то сюда положить. А они вчера плитку резали здесь на балконе, чтобы в комнату пыль как можно меньше летела. Но пыль летит, везде он видно, такой вот налет. Ну, в комнате поменьше пыли, но пыль есть. В общем, мы решили пока ничего не трогать, потому что завтра они придут и продолжат резать плитку. И, в общем, ничего не будем здесь убирать. Вообще, конечно, пылюка налетела везде. Придется убирать все заново. Но я сейчас просто не вижу смысла это делать. Может, где-то что-то вытру, но завтра будет все то же самое. И поэтому лишний труд делать ни к чему. Ну, видно, да, вот эта вот пыль все везде. Везде такой тонкий слой пыли. А что у меня на голове творится, и вы не представляете. У меня волосы, как проволоки, еле расчесалось сегодня. В общем, но теперь ванну подсоединили, можно будет голову помыть. Ну, вот теперь у нас видно ванны стоит. Здесь они сделали вот этот вот бортик, плиточкой обложили все. Ну, и все это, в общем-то, сохнет. А здесь вот видно аккуратненько все сделали, разводку на воду, на канализацию и выводы сделали на эти, на розетки. электрик придет, розетки нам поставит. В общем-то, ребята могли вчера нам поставить здесь временно как бы стиралку, но мы решили ее уже не трогать. Один день мы можем еще один-два дня побыть без стиралки. И, чтобы уже сразу установить, потому что здесь нужно будет плитку еще класть на боковинки. И уже сразу тогда установят стиралку, и тогда уже будем стирать. И про стиралку я вам расскажу отдельно. А в туалете они вчера заштукатурили полностью вот эту стену, которая отвалилась. Ну и сейчас эта штукатурка сохнет, она должна высохнуть, и несколько дней нужно сохнуть ей. Так что здесь пока вот только заштукатурили. Мешки вот тут лежат. Здесь вот как раз собрали вот эту штукатурку, которая поотваливалась. Целая куча материала использована. Не впрок вообще, на выброс, так сказать, еще и вывозить теперь это нужно все. Ну а мы только проснулись, только раскачиваемся, пьем кофе еще. Пока голова еще не работает, что делать сегодня буду, не знаю. Даже еще и не думала об этом. Просто я хочу сейчас этот влог завершить для того, чтобы начать потом следующий. Сегодня, может быть, придет электрик, посмотрит, может быть, розетки сделает, но это уже будет в следующем влоге. Девочки, у меня сейчас такая прическа, я волосы еле расчесала. Это вчера пыльца летела и на голову попадала. И в общем, цемент или что это, не знаю, пыль, короче, забилась пылью. В общем, сегодня надо голову помыть. Что я вам хочу сказать? Я утром проснулась, открыла свой канал и о радости! У меня 10 тысяч подписчиков! Теперь мы с дочкой разыграем конкурс, подарки будут и об этом расскажу я вам уже позже. Но я очень рада, спасибо всем подписчикам, кто смотрит мой канал, кто пишет добрые и поддерживающие такие комментарии. Огромное вам спасибо! Вы меня вдохновляете! Люблю вас! А сейчас я хочу свой канал на этом закончить, для того, чтобы побыстрее его смонтировать и вам его выложить. А потом начать новый влог. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok